Всем привет! Меня зовут Зангиров Ильдар. Я являюсь мастер-тренером клуба Голд Фитнеса Хэмптон. Сегодня мы решили снять для вас видео, как потренироваться с гантелями. Ведь часто пренебрегают гантелями и думают, что гантелями накачаться нельзя. Сегодня я подобрал несколько вариантов гантелей и буду вам показывать упражнения именно с гантелями, которыми можно потренировать все тело. Начнем мы с больших гантелей. Сейчас мы будем делать упражнения на ноги. Первое упражнение рассмотрим приседания с гантелей. На самом деле, многие мужчины думают, что такими приседаниями можно только накачать ягодицы. Но это неправда. И многие выступающие спортсмены, пауэрлифтеры, бодибилдеры выполняют такие упражнения. Так что это упражнение не только для девочек. Давайте рассмотрим его. Нам понадобится одна гантеля. Берем гантелю или так, или так, кому как удобнее. Если будем брать так, то, соответственно, мы низко не сможем сесть, у нас гантель будет упираться в пол. Поэтому я рекомендую брать именно вот так. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки разворачиваем под углом. Грудь вперед у нас, лопачки сведены, это мы уже знаем. Движение начинается у нас с таза. Таз у нас отводится назад, корпус наклоняется вперед для того, чтобы удерживать равновесие и растянуть заднюю часть бедра с ягодичными. Делаем вдох. Толкаем таз назад, корпус опускаем вперед. Просаживаемся ниже параллели, делаем выдох, встаем, коленки чуть-чуть оставляем подсогнутые, дабы беречь свои коленные суставы. Делаем вдох, выдох. Следующее упражнение в моем арсенале с гантелями – это упражнение мертвая тяга. Ее называют еще румынской, но смысл от этого не меняется. Нам понадобятся две гантели. Ноги ставим на ширине плеч, коленки чуть-чуть подсогнуты, гантели у нас на передней части бедра. Лопачки сведены, грудь вперед. Естественный прогиб поясницы. Делаем вдох, отводим таз назад, а гантелями ведем по передней части бедра. Растянули заднюю часть бедра, усилием заднюю часть бедра и ягодицы. Встаем, опять, растягиваем и на выдохе напрягаем ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра. Растягиваем и встаем. Нюанс в данном упражнении, что мы должны вести именно по передней части бедра. Тогда у нас максимально включатся задняя часть бедра и ягодичные. Если мы будем вперед гантели уводить, то у нас нагрузку заберет поясничный отдел. Соответственно, мышцы поясницы устанут быстрее, нежели мышцы ног. Ну и давайте еще одно рассмотрим упражнение. Всеми любимые выпады. Выпады можно выполнять в статическом режиме, также в динамическом. Статический режим – это когда мы встали и делаем упражнение на одну ногу, никуда не двигаясь. Мы с вами посмотрели три упражнения, какие можно сделать с гантелями. Сейчас покажу еще одно упражнение на мышцы груди. Можно выполнять даже на таком степе, если у вас такое есть. Ну или же на обычной лавке, на которой вы делаете разводки. Это упражнение у нас называется «Жем гантелей под углом». Опять же, у нас гантели находятся над грудью, над ключицей. Делаем вдох, локти у нас уходят в стороны вниз. Вдох, выдох. Преимущество гантели в том, что у нас каждая рука получает нагрузку максимальную, нежели мы будем делать со штангой. Чтобы у нас не было никаких диспропорций. Также с этими гантелями можно потренировать спину. Мое любимое упражнение – тяга двух гантелей в наклоне. Нам понадобятся две гантели. И, соответственно, мы грудь вперед, лопаточки сведены, коленки чуть-чуть подсогнуты. Наклоняемся и делаем вот такое движение локоточки вдоль туловища. Растягиваем вниз спинку, сокращаем. Стараемся работать не руками, а спиной. Сократили лопатки, растянули. Ну и, конечно же, базовое упражнение с гантелями – это подъем гантелей на бицепс. Опять же, по нюансам. Грудь вперед, лопаточки сведены, локоточки у нас прижаты к корпусу. Делаем выдох, поднимаем до угла 90 градусов, опускаем. Ну и заключительное упражнение. Мы сделаем упражнение на среднюю дельту. Сделаем махи гантелей, сидя. Прижимаемся к спинке плотненько. Локоточки чуть-чуть подсогнуты у нас. Делаем выдох. Поднимаем до параллели с полом локоточки. Гантели вот так вверх нам поднимать не нужно. Так средняя дельта у нас работать не будет. Выдох. Вдох. Ну вот, мы с вами попробовали несколько упражнений. Я насчитал 7, каких можно сделать с гантелями. На самом деле, это не полный список вариантов выполнения упражнений с гантелями. Очень много. Если вы захотите, пишите комментарии, ставьте лайки обязательно. И тогда мы снимем для вас новые видео. А сейчас всем пока. Я пошел тренироваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...